МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Морский огурец маринуют дважды, и как после этого он становится русским? А я милого узнаю по кожурке, как отличить отечественные овощи. Чужой в нашей потребительской корзине найдем и обезвредим. Мы, покупатели, любим ушами. Скажи нам, что клубничка местная, совхоза имени Ленина, огурчики луховицкие, помидоры краснодарские. Обязательно клюнем, потому что с детства знаем, местные значит хорошие, надо брать. И продавцы с детства знают, что мы купимся и купим, а отличить наши продукты от импортных все равно не сможем. Вы сможете? Уверены? Хорошо, предлагаю игру. Найди пришельца. Перед вами 10 продуктов. Маринованные грибы, огурчики в банке, консервированные томаты, семга малосоленая, консервированная кукуруза, консервированный горошек, яйца, морковь, яблоки и фиолетовый лук. Ваша задача – определить, какие продукты должны скромненько стоять на полочке. Прикрываясь этикеткой, сами мы не местные. А какие? Гордо могут обратиться к нам со словами «Эй, земеля!» Вы все уже решили? Все-таки подумайте еще пару минут, пока мы с Антоном Прокофьевым, историком русской кухни, шеф-поваром спросим у народа. Антон, готовы? Готов, конечно. Здравствуйте. Мы предлагаем вам прямо сейчас, прямо здесь угадать, определить, сказать и аргументировать свой выбор, какие из представленных продуктов произведены в России. Давайте будем складывать то, что наше, в корзинку. Это наше. Смотрите, не смотрите, не смотрите. Давайте. Давайте положим. Я думаю, вот это наше. Так, кладите, давайте. То есть и это должно быть. Все в корзинку. То есть доверяем бренду, да? Да. Но это все выращенные, корнишенные. Должны быть наши. Должны быть, да? Это должно быть из Крыма. А Крым наш? Ну, Крым теперь наш. Вот лычок красный тоже луховицкий можете положить. Хорошо, значит, наш продукт. Так, ну, семушка, по-моему, наша. Семушка наша, да? Отлично. Давайте в корзину. Яблоко. Наша? Яблоко наше. Наша? Ну, давайте кладем, раз наше. Итак, большинство покупателей уверены, овощи и свежие, и консервированные точно наши. Ну, разве что, кроме кукурузы. Фрукты тоже наши, рыба наша. Согласны? Что здесь русского? Да, что здесь русское есть? Грибы. Давайте прям выкладывай. Полосу. Грибы. Ну, в принципе, да. Морковь, морковка. Лук, лук. Красный. Красный. Да, яйца. Ну, да, понятно, без вариантов. Короче, все практически, да? Ну, лук. Ага. А кукуруза, как же Никита Сергеевич Хрущев? Ну, он же потом ее привез. А теперь, внимание, правильный ответ. Единственный российский продукт в этой корзине – яйца. Да вы что! Да. Сухой, хорошо. О! О, полотно. Булка. Я не знаю, что полотно. На яйца, да. За яйца гордость берет. Если вы хотите найти на прилавках действительно русские продукты, смотрите внимательно. Например, яблоки. В России такие сорта не растут. Это, скорее всего, чилийские, конечно, потому что сейчас их активно стали выращивать. В Латинской Америке наши сорта такие, как белый налив, семеренка, антоновка, штрихель, слава победителю, богатырь. К сожалению, проигрывают международным корпорациям, ну, потому что без применения высоких технологий воскового напыления. Фиолетовый лук – визитная карточка Ялты. Ну, признайтесь, вы же тоже так подумали? Часто покупатели покупаются на эту манипуляцию. Ялтинский лук, он длинненький и чуть вдавленный, плоский. А этот, конечно, видно, что это продукт современных технологий, жарких стран, горячего песка и трудолюбивых смуглых рук. Поэтому, к сожалению, не наш. Горошек, как и кукуруза, тоже родом из-за границы, несмотря на типично русские бренды. Сейчас модно делать акценты на патриотические темы. Я этому и повелась. Да, естественно, это работает. Консервированные помидоры почти все покупатели положили в корзину к нашим продуктам. Но и это неверно. У нас, конечно, есть теплые края. Но даже там солнца недостаточно для того, чтобы так массово выращивать помидоры такого качества и по такой цене, чтобы конкурировать с итальянскими производителями. Яйца в нашей потребительской корзине – это как свой среди чужих, чужой среди своих. Никто из наших посетителей так и не смог дать правильный ответ. Скажите честно, а вы тоже наверняка не ставили 9 к 1? Спасибо огромное, Антон, вам. Спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания. Еще больше, чем продукты, русскими притворяются готовые блюда. Ну, например, винегрет. И салат, и само название французские. Правда, где-нибудь в Париже, если вы закажете винегрет, то вам просто принесут соус из растительного масла, уксуса и горчицы. Селедка под шубой – скандинавская история. Да и вообще, салатов никогда не было на Руси. Закуски всегда подавались по принципу раздельного питания. Отдельно рыбное, отдельно овощное. Ну и любимая русская закусь – грибы. Я не обычный потребитель. Далеко за грибами ехать лень. Я попробую найти их прямо в Останкинском парке. Ну а вдруг? О, а я, оказывается, не один здесь грибник такой. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил Вишневский не просто там какой-то грибник. Один из ведущих микологов России. Правильно? Ну ладно. Дим, вот смотри, палочка у тебя, корзинка. Ты как-то и не по сезону, и не по месту. Если ты не знаешь чётко прямо, где торчат лично твои сморчки и строчки, что ты делаешь сейчас? А я вишки и корешки. Ну не знаю, не знаю. Как по мне, то это совершенно пустое занятие. А мне кажется, не зря. О, смотрите. Вот это да. Опятки. Родные наши опята. Ты посмотри. Уже в банке сразу. Ну смотри, сорвал плохо, ножка грязная, конечно. Подожди, как ты назвал их? Опята. Не опята разве? Ну посмотри внимательно, какие же это опята. Это китайский гриб, который называется японским названием намекко. Китайский, потому что из Китая к нам приводит. Намека. Намека. А это случайно название не с намёком? Случайно не обман переводится с японского? Нет, тут игру слов, конечно, нет. Переводится это примерно как скользкий гриб. А как можно отличить вот этот самый скользкий гриб от нашего русского опёнка? Посмотрите, ярко-оранжевая шляпка. Разве наши опята бывают ярко-оранжевые? Если в банке лежит наш нормальный осенний опёнок, у него светло-серая ножка, а не эта бледно-жёлтая. У него бежевая или серо-коричневая шляпка. И тёмные пластинки, они опять-таки светлые, как здесь. Так что это гость из Китая. И в принципе, конечно, ну нельзя сказать, что он не съедобный. По крайней мере, засолки имбринатия. По крайней мере, тоже находка, правильно? Ну так или иначе. О, смотрите, а я ещё и, по-моему, грузди нашёл. Так, 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 так. Грузди. Грузди. Наши родные грузди. Ну что же, если это груз, то я балерина. Дима, никак не груздь. А что это? Вот такая вот коричневая, такая мелкая и совершенно не мохнатая штука. По сравнению с нашим огромным, чисто белым, мохнатыми краями шляпки груздёв. Это ещё один китайский гость, который называется шиитаки. Шиитаки? Шиитаки. А я где-то читал, Михаил, что оказывается, шиитаки, вот те самые китайские друзья наши, они якобы улучшают, повышают, укрепляют мужскую силу, что называется. Слышали бы такое? Да, китайские императоры этим баловались, но это были совсем другие шиитаки. Это были шиитаки, которые выращены в дикой природе или собраны там. И они стоят в тысячу и даже больше, чем в тысячу раз, чем те, которые выращиваются для пищевых целей. Дикие шиитаки стоят ой как дорого. Их подают в дорогих ресторанах, а ещё в аптеках. Делают из них бады от всех болезней, даже якобы от рака. Но это, конечно, враньё. А вот эти шиитаки, консервированные в банке, двойное враньё. Во-первых, эти шиитаки ничем не полезны. А во-вторых, нам их вообще продают под видом родных груздей. Поэтому мы взяли энциклопедию грибника и пошли искать правду к производителям. Вас именно наши грибы заинтересовали? Да, конечно, именно ваши грибы. Почему наши грибы заинтересовали? Потому что это не грузди. Это шиитаки. Это обман потребителя. Вот, знаете, это писать жёлтое, а на самом деле это фиолетовое. Я понимаю, что вы считаете, что это не грузди. Вот, пожалуйста, как должны выглядеть грузди? Ну, то есть здесь внешне видно, да? Я тут специально купили энциклопедию, чтобы вы видели, как они выглядят. Ну, давайте тогда к тому специалисту. У вас есть специалист по качеству? Есть, но... Давай, позвоним ей. В чём-то ситуация такая, что... То есть у вас нет специалиста, который отвечает за вопрос качества сейчас? На месте сейчас нет. Директора нет, специалиста по качеству нет, технолога тоже нет. Но все по телефону консультируют юриста компании Наталью, как грамотно отбиться от назойливых журналистов. Сейчас мы вам не можем ответить. То есть мы оставляем за свое право называть вас мошенниками в данном случае, поскольку вы заменяете один товар другим. Это мошенничество. Знаете, право называть кого угодно и как угодно, есть и всё, да? Ну, хорошо, так и оставим тогда эту ситуацию. Очень жаль просто, на самом деле. Я не видела вашего заключения. Я не видела, кто вы. Не важно, кто я. Я потребитель. Я купил эту банку. Я, как личный, вот просто потребитель лицо. Забудем, что я ведущий. Я пришел к вам. Если вы как потребитель, я предлагаю убрать камеру и разговаривать. Не, а я всё время хожу, меня снимают, не вас, а меня. Так вот, я купил эту банку в магазине. Пришел по... Мне не устроило качество. Ну, обычный потребитель начнём с тобой приходит. Я не обычный потребитель. Так, то есть вы уже не обычный потребитель. Ну, я не совсем обычный потребитель. Так вот, я пришел по адресу, который указан на продукте. Я вам заявляю, что это не грузди. Меня вводите в заблуждение. Вы как произведите, если это ваша банка. Так вот, нормальная ситуация, я пытаюсь разобраться. Понимаете? Вот и всё. Сходу разобраться с подделкой не удалось. Теперь пусть разбирается Роспотребнадзор. Мы направили жалобу. И вы тоже жалуетесь, если видите, что вас откровенно обманывают. Только что мы выяснили. Если на этикетке крупно написано русское, это вовсе не значит сделано в России. И уж тем более не значит сделано из российского сырья. Но есть в природе такие потребители, которых никакой этикеткой не проведешь. С одним из них я вас сейчас познакомлю. Морскому льву Тиму 4 года. Он умеет виртуозно подбрасывать и ловить мячик, крутить обруч на шее и хлопать в ласты, требуя аплодисментов. Как настоящий артист, Тим очень привередлив. В его райдере первым пунктом стоит рыба. Причем не какая-то, а только океаническая. Василий, так почему же морские львы не едят нашу привычную рыбу? Щуку, например, или карася. Вот я лично люблю очень карася. Это потрясающая рыба. Но это же северные животные, океанические животные. Ну и, конечно же, будут есть, безусловно, только морскую и океаническую рыбу. Окей, вот морская рыба, отечественная. Ментай наш, наш родной ментай, который мы любим. Он, правда, немножко расставил, пока к вам ехали. Ну, вид, честно, у него неаппетитный. Но мои животные, я им никогда такую рыбу не предложу. Я им никогда такую рыбу не предложу. Я им никогда... Ну и более того, я не думаю, что они ее съедят. А как вы обычно подбираете рыбу? Вот я вижу, у вас своя какая-то рыба. Я скажу, как подбираем. Как? Какая более аппетитная, твоя или эта? Ну, согласен, вот эта, конечно. Это настоящая морская рыба. Мы же очень любим своих зверей, поэтому проверяем сертификаты, срок хранения, как она хранится. Смотрим, где мы ее покупаем. Где ты ее взял? Ну, вот тут давай посмотрим, что тут, кстати, написано. Так, производитель продукт хлада. Я вижу серги в посад. Московская область, серги в посад. Я знаю, там огромный океан. При покупке замороженной рыбы смотрите на этикетке две надписи. Где выловлено и где упаковано. В идеале это должно быть одно и то же место. Ну, не для моих животных. Я не знаю, где производят и как ее там делают. И где отловили в серги в посаде такую замечательную рыбу. Хороший вопрос, откуда берется и кто фасует эту рыбу. Хороший вопрос, мы его зададим и адресуем эксперту. Мы показали нашего ментая, ихтеологу Павлу Терентьеву. Он выращивает рыбу своими руками и точно знает, нигде в Московской области живого ментая нет и быть не может. Все это продукты, продукты естественного рыбовства. То есть рыбу поймали в море или океане. Но это совсем не значит, что она свежая и полезная. У нас, например, в Москве нет никаких возможностей привозить морскую рыбу в живом виде. Ну, я вам скажу так, что, в общем-то, для того, чтобы просто забить траулер, нужно как минимум где-то месяц. Ну, окей, не свежая, замороженная, ну и что с того? Разморозил вроде бы и корми хоть людей, хоть морских котиков. Только вот животные не едят такую. Почему? Об этом расскажет повар рыбного ресторана, который и людям-то этого ментая готовить не станет. Покупая такую рыбу, мы покупаем кота в мешке, потому как филе вот это обрабатывается не так, как нам бы хотелось. Думаете, китайцы аккуратно вытаскивают из филе каждую косточку? Ошибаетесь. Они и так не заморачиваются. Рыбу просто кладут в раствор кислоты. Она разъедает кости. Дёшевые сердито, но это ещё не все китайские секреты. Когда рыбу замораживают, её вымачивают в так называемых фосфатах, рыба приобретает такую пористую, рыхлую структуру, которая может впитать огромное количество воды. И после разморозки эта рыба теряет практически иногда до 50%. Конечно, все эти кислоты, фосфаты и реагенты морской лев есть не станет. А мы покупаем, едим и не жалуемся. И ладно бы, если всё это только рыбы касалось. Но не тут-то было. Знаете, что общего между маринованными огурцами и летней резиной? Хлорид кальция. В резину его добавляют для прочности, а в огурцы для хруста. Как вы считаете, это нормально? По старой доброй традиции, за ваше здоровье. Здравствуйте, Шаген Возвенович. Здравствуйте, Дмитрий. Но это всё-таки миф по поводу хлорида кальция? Нет, это не миф. Это действительно рекомендация, которой технологы придерживаются при изготовлении солёных огурцов. Шаген Каспарян не хозяин шиномонтажа, как вы могли подумать. Он профессор сельскохозяйственного университета. Это наши огурцы, как думаете? Нет, это по размеру, я вижу, что эти огурцы не наши. Скорее всего, это... По вкусу как наши, в общем-то. Вы ошибаетесь. У нас в стране не один производитель огурцов. Рука не поднимется, чтобы сорвать вот такие маленькие огурчики. То есть в России априори не может быть таких маленьких огурцов? Нет, в России никто такого размера огурцы не собирает. Этот огурец, скорее всего, здесь будет в районе 5 сантиметров. 7. 7 сантиметров. Это или китаец, или индус. Такой огурец везли по океану пару месяцев в бочке с серой и уксусом. Потом вымачивали неделю в чистой воде, а потом заново мариновали. Я правильно понимаю, что они менее полезны, чем наши, скажем так? Естественно, естественно. То есть остаётся только внешний вид огурца. Это видимость. Остышка такая, да? Остышка, можно сказать. Наш огурец не меньше 10 сантиметров. Вот эти точно похожи на наши. Давайте попробуем. И окончательно можно убедиться в том, если попробовать вкусовые качества. Присоединитесь ко мне. Да, с удовольствием. Слушайте, у них даже запах другой. Да, да, отличается. Даже запах другой пахнет укропом. Не уксусом, как в тех. Да, эти огурцы действительно, эти огурцы сохранили... Ну давайте, по старой доброй традиции, за ваше здоровье. За ваше здоровье. Ммм, вкусно. Спасибо огромное, Шагин Возгенович. Пожалуйста, рад был вам помочь. Да, удачи вам. Спасибо, до свидания. Ребят, что там, готова машина-то моя, нет? Не будет машин здесь. Как не было? Так не будет. Да? Ну, не было, так не было. Пойду пешком. Есть пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. Не помню, про что это обычно говорят, но я решил проверить на кулинарии. Не подумайте ничего плохого. У нас добрая, позитивная программа. Мы немцев, а именно так на Руси называли всех иностранцев, мы всех обязательно накормим. Предложим иностранным туристам откушать традиционных русских блюд. Банкет за наш счет, поэтому, ну, кто ж откажется. Итак, три подопытные пары. Азию представляют корейцы Ким и Анвар, Европу – голландцы Махил и Ремко, Африку – Жузе и Фабию. Австралию и Новую Зеландию никто не представляет, потому что я и сам не представляю, где их взять. Итак, для начала окрошка. А что это? Крошка. Крошка? Можно попробовать? Да. Да? Хорошо. Ммм, как саур, как по-русски. Кислый. 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 Кисло. Кисло? Да. Ну, получается как виво, не знаю. СМЕХ Вторым номером нашей программы – холодец. Очень странно, Люба. Я как это кушать, не знаю. Холодный, чуть-чуть соленый. Вообще, мне не понравилось вообще. Это? Точно нет. Никак. Молодец, Махил. Холодец. Это хорошая шутка. Это хорошая шутка. И еще одна смена блюд. Как называется? Сало. Сало. Странно. Мясо. Жирно. Жирно. Я не хочу пангабы. А ты что думаешь? Нет. Вообще? Извините, конечно, я не употребляю. Много сол есть. Потому что сала. Да. Может быть, да. На закуску – моченые яблочки. В Ирландии есть просто яблоко. Не соленое. Только соленый кислый нет. Во-первых, я думала, это зеленый помидор. Моченые. Да. Мочим соли. Соль. Не, напугали, конечно, словом. Моченые яблочки. Мне понравилось. Ну, яблоки замачиваю в соли. Вообще. Прекрасно. Да? Вообще прекрасно. А мне не очень. Почему? Ну, не знаю. Ты что, соленый, что ли? Нет. Я вообще никогда ем, но я думаю, что суп. Больше не будем. Нет. Спасибо. Ну, а на десерт – кисель. Это желе? Кисель. На что похоже? На вид желе. Вау, что это? Это кисель. Кисель. Кисель? Кисель, да. Это кисли? Виндопалма. Нет, какой Виндопалма. Да, да, ну. Я думаю, супер. Это яблоко не знаю, как на сфата едут. Супер. Остальные. Как русская кубка. А как? Пся. Очень странно. Да, но вкусно. Да? Мне не очень. Да? Не нравятся? Не очень. Итак, какой же итог нашего, казалось бы, ну, совсем не серьезного эксперимента? А итог такой, что хоть диссертацию пиши. Шестеро иностранцев попробовали пять блюд. Из тридцати оценок только семь положительных. Вкусно. Получается, наши рецепторы и наш мозг подтверждают, лучше есть местное. То, что предки ели поколениями. Товарищ, хочешь есть родной продукт, знай заграничных засланцев в лицо. Если опенок склизкий, как масленок, это намека, не опенок. Без костей минтай, привет шлет Китай. Пять сантиметров – это не дело. Десять – вот огурец. Хрусти им смело. Но в одном вы можете быть уверены. Яйца, какие с прилавка не возьми, наши. Приятного аппетита и до новых волнующих встреч. Хорошо. Десяточек, заверните, пожалуйста. Вот смотри, подушку делаем. Не бойся. Держать. Держать. Ближе, ближе, ближе. Вот так они. Апп. Ну и надо подкормить. Субтитры сделал DimaTorzok